Продакшн на высоте, но в какой-то момент и это перестает быть интересным. Имха побольше фитов бы лишними не были, а так слушать одни и те же представленные строчки про одно и то же, ну, как-то скучновато. То, что вы считали отстойным или слабым музыкой, или вы просто не поняли эту музыку в тот момент, ничего страшного. Всем SosaMusic, наконец-то настал тот день, когда Платина показал свою девушку и даже разместил ее на обложку альбома. Ладно, если серьезно, то сегодня мы поговорим про новый долгожданный релиз от одного из самых востребованных трэперов русской сцены. Ведь данная пластинка воспринималась аудиторией, да и в целом русским рэп-сообществом, точно так же, как и правило от Фараона. Да, здесь опять-таки много чего не поняли, захейтили, обвинили в плагиате, однотипности и так далее. Поэтому я заморочился, изучил все текста на альбоме, спасибо за это, Джениус, и за то, что его воскресили, и честно сказать, я немного офигел. Офигел от того, насколько это просто и тупо. Но ладно, речь не об этом. Ведь сегодня вы узнаете, как рэперы отреагировали на альбом Роберта и как они его оценили. Почему Платина данной пластинкой обогнал время и выдал самый свежий и стильный звук в русском рэпе. Какие песни однозначно стоит прослушать. Что не так с альбомом и какие глобальные, на мой взгляд, минусы я нашел. А так же мы еще поговорим о фитах, смысле, панчах и так далее. Поэтому обязательно смотрите данное видео до конца. Ну а перед тем, как начать, хочу вам посоветовать очень годный магазин обуви под названием Hustle.rf. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах. А материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Что такое Sosom Music? Как я понимаю, для нас Платина приготовил просто легкий трэп-альбом, где почти все биты сделаны на синтах. Или как это сейчас принято называть, хайперпопом. Ну, введите просто на ютубе в поиск хайперпоп, лил узитай биты и вы поймете о чем я говорю. Но изначально сразу хочу сказать, что данный альбом это просто летняя легкость. Ведь изначально Роберт планировал его выпустить в июне и подарить нам по-настоящему летний альбом, но что-то пошло не так и в итоге мы получили его в начале августа. И это огромная ошибка на мое мнение, потому что Sosom Music это чисто летний чиловый вайб. Если, например, опяты были именно осенним релизом, где была грусть, лирика, депрессия, то здесь мы получили незамысловатые текста, местами даже очень тупые, но само звучание имеет в себе позитивное и теплое настроение. Это если вкратце описать данный альбом. И хочу сказать, что не стоит уделять внимание смыслу, посылу, текстам. Здесь, как я понял, это не важно. Главное, это просто вайб. И по звучанию альбом действительно получился однородным и с единой концепцией. По классике начну оцениваться обложки. И здесь, как и писали у меня в сообществе, это просто красивая девчонка. Честно сказать, обложка простая, но и в то же время она выделяется. Чем-то напоминает коверы западной попыстрады 2000-х. Не знаю почему, но у меня именно такие образы. Выглядит это 100% необычно, без каких-либо пасхалок и смысла, понятное дело. Но за оригинальность я здесь поставил бы 5 опятов из 5. Итак, теперь давайте перейдем к звучанию. И здесь я хочу сделать отсылку на недавнее обращение Фидука у себя в инстаграме. Где он написал, что Платина это как Узи. Он дропает редко альбомы, но ты безумно его ждешь. Так как скучал по этому звуку, длибам, строчкам и так далее. И с этим я согласен. Во-первых, да, он как Узи. Ну, а во-вторых, лично я действительно очень сильно ждал этого альбома. Так как опяты уже приелись, а чего-то подобного по звучанию в русской индустрии я не находил. Ведь Платина сам по себе довольно-таки уникальный персонаж. И пусть все говорят, в том числе и я-то говорил, что он байтит Плейбоя, Лил Узи и другую западную сцену. Но, тем не менее, именно на русском рынке чего-то подобного и такого же годного я еще не встречал. Так вот, перейдем к альбому. Здесь Роберт решил отойти от старого лиричного минималистик трэпа и попробовать себя в чем-то новом. И понятное дело, что из-за этого ожидания фанатов не оправдались. Так как они еще не знакомы с этим звуком. И из-за этого они начали хейтить данный альбом. Сообщение для тех, кто говорит, что альбом Платина не очень. На вкус и цвет базар ноль. Или вы просто не поняли эту музыку в тот момент. Ничего страшного. Всему свое время, ребята. И дай бог, чтобы эта музыка жила. Но, что уникального, спросите вы? В чем стиль? Почему все говорят, что ты просто не выкупаешь? А дело в том, что здесь очень нестандартные биты. Встречаются песни, где непредсказуемая бочка и бас, например. И ты не знаешь, как под это качаться. Ведь привык к старым структурам трэпа. Либо есть песни, где ты ждешь дроп, а его нет и нет. А потом бах, он появляется и резко заканчивается. Либо же снейр ударяет подряд по 5-8 раз. И все это создает впечатление, будто бы что-то вроде бы не в бит. Как воспринимать такой темп? Как под это качаться? И это ломает мозг, так же, как и ранее ломал его Дрилл и Детройт. Поэтому, да, многие не понимают этого звучания, ведь оно, по сути, новое. И из-за этого сложно нам его переварить. Это не кальян рэп, где идет прямая бочка. И ты знаешь, что будет дальше, как под это танцевать и качать головой. Но, так же, меня здесь еще удивил Тейп. Не только своим куплетом, но еще и битом на песню Веном. Это очень годное сочетание трэпа с неким хайпер-попом, как вы привыкли это все называть. Хотя, после дропа альбома Тейп написал, что он немного недоволен этим фитом. И чуть даже не поругался с Робертом на этапе сведения. Так как хотел, чтобы бас и кик звучали по-другому. Также стоит отметить, что здесь на релизе еще есть битмейкеры, которые работали с Плейбой Карти и Лил Узи. Поэтому за звучание и атмосферу я здесь также поставлю 5 опятов из 5. Да, многие не поймут такой звук. Да, это не чартовые треки ВК, где все сделано по шаблону. Но, блин, такого вру-рэпе мало, и это действительно свежее и современное звучание. Как я и говорил ранее, искать смысла в этом альбоме не стоит. Но все-таки за текстай бы поставил маленькую оценку. Сейчас объясню. Например, первый трек «Танцуй» здесь просто на протяжении всего припева рифма на одно и то же слово «Танцуй». Так еще и в куплете потом постоянно рифмуется слово «свэк» 4 раза. Но, ладно, это такая задумка, окей. Но вот, например, трек с плохим парнем. Взять припев. «Могу взорвать», «Курю газ», «Следят за мной», «Смотрят на меня». И это припев на секундочку. Ну, ладно, звучит это, в принципе, прикольно за счет именно эдлибов. И таких моментов в треках много. Где вроде бы ты смотришь текст, там нет рифмы, они вообще никак не рифмуются. Но песня звучит прикольно, и этого ты не замечаешь. И это меня реально удивило. Но расстроило другое. Я понимаю трэп, думать не надо. Но, блин, одно и то же почти во всех треках в плане идей. Если в Апиате было много прикольных образов, каких-то тем, та же Валентина, например, то здесь все намного проще. Вот прям максимально. Каждая песня он читает о том, что у него много девочек, они ему сосут, у него много денег, он стал популярным, он красавчик, братья на Блессе и так далее. И окей, это трэп, это понятно. Но, блин, просто строчки из песни в песню даже одинаковые. Я думаю, можно запариться и вывести топ одинаковых слов на альбоме. Их там будет, поверьте, много. Но некоторые интересные моменты мне все-таки понравились. Например, тут. Замерзла грудь и это холод, детка и это калик с суперновой. Очень прикольная строчка, кто курит дарксайд поймет о чем это. Короче, есть табак с суперновым, дико холодный. И здесь как бы сначала думаешь о бриллиантах на шее, но потом он добавляет панч про холодный кальян. И, в принципе, есть некоторые интересные панчи, какие-то цитатные, так сказать, строчки, но в основном это простейший текст, который повторяется из песни в песню. Поэтому за текста и рифма я бы здесь поставил три опята из пяти. Это то, что мне лично на альбоме не понравилось. Но опять-таки он был сделан ради звучания, поэтому на общий вайп это сильно не повлияло. О чем, в принципе, еще и сказал Кизару про данный альбом. Платин такой он, типа, он не нагружает вообще никакими смысловыми нагрузками, и, наверное, поэтому я не особо там слушал его творчество. Но многим людям заходит, и все же дело в звучании и в вайбе сейчас в последнее время, а не нахер эта смысловая нагрузка уже никому не нужна. И если затронуть тему фитов, тут все четко, кроме Лил Веном. Мне понравился куплет тейпа, он прекрасный. Мне понравился Будда и Майот, а также панчи про Виз Калифу. Это просто прям взорвало мозг. Здесь реально прям убило начало Будды, особенно последняя строчка «Три сотни в честь Чивкифа». Это прям взорвало. Кто не знает, было как-то интервью у Чивкифа, где у него спросили, сколько ему лет, а он такой отвечает, что ему три сотни. И как мы знаем, Платина постоянно вкидывает три сотни в свои песни, даже инстаграм у него подписан как Платина 300. Но вернемся к фитам, и хочу сказать, что мне еще понравился фиток с плохим парнем. Мне даже больше залетел куплет парня, чем Платины, и это действительно очень годный симбиоз. Но вот трек «Булки», куда залетел его друг Лил Вэн, как по мне, немного не дотянул до уровня этой песни. Там кривой тюн, как-то все так было сделано, будто бы на фристайле и на скорую руку. Не знаю, возможно, он постарался и сидел днями над этим куплетом, но, как по мне, это просто потерянный шанс выстрелить и удивить всех своим участием на альбоме Роберта. Но это, опять-таки, повторюсь чисто на мое мнение. Мне здесь не понравился только один фит, а также не хватило еще и Лил Кристалла. Поэтому за фиты четыре опята из пяти. Ну и после где-то десяти прослушиваний альбома, я выбрал для себя те песни, которые мне запомнились и понравились больше всего. И, конечно, как бы это странно не звучало, но топ-1, если не считать Диану, это «Сердце для шалаф». Да, трек был до альбома, но мне он прям вкатил сильнее всего на фоне остальных. И еще понравился по вайбу Лига Лососа. Очень такой спокойный, но и в то же время вайбовый трючок. Причем он еще имеет некие такие нотки опят и круга. Поэтому, наверное, он мне и понравился. Ну а все остальное примерно зашло одинаково. Например, «Фит с Будой» и «Плохим парнем» я бы поставил на одно место. Ну а все остальные треки уже вниз. Какой итог? По итогу это был необычный разбор. Здесь мы не копались в текстах, в скрытом смысле, в пасхалках и так далее. Их здесь просто нет. Но данный альбом, я думаю, заценят как и человек, который не знает русского языка, так и русская аудитория. Ведь, как по мне, здесь весь упор был на звучании. И я могу сказать, что Роберт немного опередил время. И вы увидите, что скоро подобные биты заполнят весь интернет и всю русскую индустрию. Поэтому, в целом, да, мне альбом понравился, но к нему нужно привыкнуть. И по общим оценкам у нас получилось 85 баллов из 100. Конечно, это все субъективно, поэтому мне интересно узнать ваше мнение. Понравился ли вам альбом? Согласны ли вы с этой оценкой? И как бы вы оценили по 10-бальной шкале данный релиз? Ну а на этом у меня все. Всем приятных выходных. И не забудьте еще подписаться на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok